Продолжение следует... Мы работаем как цитологи чаще всего. Естественно, это небольшое количество иммуногистохимических маркеров, которые, тем не менее, решают практически 99% наших проблем и вопросов, которые возникают при морфологической диагностике. Здесь основные типы материала, с которыми мы работаем. Если с прицельной биопсией все более-менее понятно, то же со скобом эндоцервикса, на мой взгляд, проблема до конца не решена. Многие гинекологи пытаются использовать этот способ взятия материала, когда они не видят патологии шейки матки при кольпоскопии и не видят, откуда им взять прицельную биопсию. Тем не менее, у них есть какие-то другие мотивы для того, чтобы более глубоко обследовать эту пациентку. Но чаще всего это как раз наше цитологическое заключение о том, что с шейкой не все в порядке. На самом деле, со скобом эндоцервикса – это материал, в который вполне хорошо попадают патологические фрагменты плоского эпителия и железистого эпителия шейки матки. Их можно не только морфологически исследовать, их можно даже и иммуногистохимически исследовать. Но, тем не менее, ценность со скобом эндоцервикса при обследовании пациента, который является нашей целевой группой, в общем-то, репродуктивным возрастом пациента, невелика. Было показано, что основную ценность представляет это исследование для пациенток более старшего возраста. Естественно, это сопряжено в большей степени с той патологией эндометрии, которая может быть визуализирована в соскобах эндоцервикса. А для верификации патологии шейки матки, к сожалению, это исследование, на мой взгляд, нашими гинекологами несколько переоценено. Поэтому требуются более широкие клинические исследования для того, чтобы мы могли действительно рекомендовать их в таких случаях. Но использование тех маркеров, которые мы применяем, ПИ-16, в основном КИ-67, естественно, об условной биологии вируса. Об этом, я думаю, мои коллеги с цитологической точки зрения хорошо знают и говорят на всех конгрессах, в том числе и на нашем. Ну и, собственно говоря, различные этапы биологии вируса определяют те белки, которые мы можем посмотреть с помощью иммуногистохимического исследования. Мы понимаем, что не только белки, сопутствующие более тяжелым поражениям, но и более ранним. Мы тоже можем иммуногистохимическим, иммуноцитохимическим методом исследовать. Ну, например, белок Л1, достаточно распространенный иммуноцитохимический и иммуногистохимический маркер. Тем не менее, в настоящее время именно ПИ-16 является единственным рекомендуемым маркером для использования в гистологических исследованиях. И в соответствии с проектом LAST у нас есть хорошо известные вам рекомендации, когда мы можем назначить данное исследование для более глубокой верификации патологии у конкретной пациентки. И это очень важно помнить, потому что были различные попытки использовать этот маркер у всех практически пациенток, которым выполнялась прицельная биопсия, причем в разных странах. Но, как правило, это, к сожалению, не приводило к удовлетворительным результатам, как бы это ни казалось на первый взгляд странным. Но с чем это связано? С тем, что на самом деле экспрессия ПИ-16 далеко не всегда у нас соответствует и коррелирует степени поражения шейки матки. Мы можем видеть выраженную экспрессию у более легких поражений, при этом это не будет свидетельствовать о том, что мы столкнулись с тяжелой дисплазией у данной конкретной пациентки. Вы видите, что если мы используем рекомендации LAST правильно и назначаем это исследование в нужных позициях, в нужных ситуациях, то, конечно же, дополнительное использование гистохимического исследования приводит к улучшению и воспроизводимости диагнозов, и чувствительности данного метода. И, в общем-то, все моменты, связанные с исследованием этого маркера в крупном исследовании Сёрден, больше 19 тысяч пациенток, оказались положительными. Но если мы будем исследовать этот маркер вне рекомендации LAST, то, к сожалению, это может привести чаще всего к гипердиагностике, но в любом случае к неправильной диагностике патологии шейки матки. Здесь перечислены три примера, когда использование экспрессии P16 и получение таких достаточно выраженных результатов, выраженной экспрессии, было интерпретировано, естественно, патологом как позитивная экспрессия, несмотря на то, что мы помним, что только блок-тайп экспрессии является позитивной. И это привело, конечно, к ухудшению диагноза у данной пациентки, постановки диагноза H-сил, в то время как после более расширенного гистологического исследования, чаще всего конизации или петлевая экстезия, было выявлено, что H-сила никакого у этих пациенток не было. Конечно, с прогностической точки зрения мы не используем в настоящее время P16. Было показано, что, к сожалению, с этой точки зрения использовать его не очень эффективно. В некоторых случаях мы получаем неправильные результаты. Ну и попытка комбинации с другими маркерами, конечно, ведет к поиску более эффективных именно с прогностической точки зрения позиций. Ну, КИШ-67 наиболее очевидный выбор, поскольку мы понимаем, что у нас в рамках цитологического исследования уже коммерческий набор существует с этим маркером. И, конечно, использование КИШ-67 в некоторых случаях у нас бывает оправдан. И в некоторой степени чувствительность и специфичность метода может повысить. И для части больных может иметь и положительное прогностическое значение. Хотя, как мы видим, тоже слева, справа на слайде, не для всех классификационных групп это хорошо работает. Из других комбинаций, это, конечно же, прежде всего комбинации с различными другими белками ранней биологии вируса. Иль-1 наиболее распространенный, но существуют иммуногистохимические тесты и на другие белки, в том числе Е4, Е2. Иль-1 более-менее тестированный. Есть американский тест для цитологии, есть немецкий тест. Достаточно много публикаций. И обычно на конференциях за рубежом говорят о том, что у него есть свое место, у этого маркера. С моей точки зрения, в основном в области тех диагностических центров или стационарах, где очень много пациенток, планирующих использование вспомогательной репродуктивной технологии. И, соответственно, верификация реактивных изменений и легкой степени поражения шейки матки требуется в большем количестве случаев, чем в общей популяции и в каких-то онкологических диспансерах или центрах. Мы в своем отделении тестируем сейчас это антитело. Купили коммерческий немецкий набор, поскольку, к сожалению, для иммуноцитохимических исследований те антитела, которые вроде бы как заявлены как гистологические и цитологические, работают плохо. Надеюсь, что в следующем году уже представим более свои обширные результаты. Вы видите, что и в гистологических препаратах тоже вполне можно использовать данный маркер. Ну, в общем-то, эти результаты вам тоже хорошо известны. Когда мы получили данные о том, что в качестве выбора теста для дальнейшей стратификации пациенток, конечно, мы можем использовать не только традиционные подходы, но и иммуноцитохимические тесты, основанные на выявлении белков вируса попилома человека. У меня еще есть вторая часть моего доклада. Я постараюсь как можно более кратко ее изложить, поскольку будет доклад из Екатеринбурга, хороший, посвященный Вульве. Ну, в Вульве основные два маркера – это ПИ-16 и ПИ-53, как следует из нашей классификации, которая сейчас в 2020 году хорошо представлена в наших гистологических книгах. И, естественно, это не только диагностический, даже не столько диагностический тест, сколько это тест сертификации прогноза тех пациенток. Поэтому это очень важно иметь возможность правильно исследовать и не опираться только на морфологию, потому что вы видите, что, к сожалению, морфология только в 80% и то при хорошем патологическом, так сказать, бэкграунде позволяет нам правильно верифицировать поражения, не ассоциированные и не ассоциированные с вирусом бобилового человека, и достаточно много поражений. Имеет характерную морфологию ВПЧ, ассоциированных к карциному, при этом являются на самом деле ВПЧ не ассоциированными. Вот, пожалуйста, один из примеров такой ошибочной диагностики только на основании одной морфологии. На самом деле все оказалось наоборот. Ну, понятно, что карциномы пульвы с ВПЧ-ассоциацией имеют значительно более благоприятный прогноз, поэтому столько внимания уделяется правильной интерпретации этих исследований. Ну, в общем-то, тут немного отличий от шейки матки. Просто мы должны понимать, что блок-тайп окрашивания не настолько занимает обычно всю толщу пораженного эпителия, поскольку аргивающие клетки могут не экспрессировать. Но, тем не менее, чувствительность теста достаточно высокая, хотя, конечно, если есть возможность все перепроверить с помощью гибридизации НСИ, то это, конечно, очень здорово. В процессе изучения ПИ-53 экспрессии в карциномах, в ульвы и предраковых поражениях вы, конечно же, столкнетесь с большим количеством серых зон и темных зон, особенно для начинающих патологов, поскольку, несмотря на то, что это очень важный момент в стратификации риска, тем не менее, вы видите большое количество паттернов окраски, о которых мы должны помнить, когда определяем экспрессию ПИ-53 и должны о них знать. Наверное, не буду подробно останавливаться. Есть хорошие публикации, если вы сфотографируете, там найдете очень хорошую информацию о том, как правильно интерпретировать экспрессию ПИ-53 при карциномах, в ульвы и предраковых поражениях, что отличается от всех других локализаций женской репродуктивной системы. Были попытки, естественно, сопоставить это с генетическими поломками в ткани опухоли. Тоже не буду подробно останавливаться. Мы понимаем, что у каждого типа экспрессии есть своя генетическая подоплека. Есть определенное количество ПИ-16 положительных, а при этом ПИ-53 мутантных карцином. Насколько они могут быть истинными, это большой вопрос, поскольку и ПИ-53 можно неправильно интерпретировать. Но и мы понимаем, что экспрессия ПИ-16 тоже зависит не только от вируса. Может сопровождаться поломками в сигнальном пути, который представлен здесь на слайде. Но таких, к счастью, серых моментов не очень много. Здесь представлены паттерны экспрессии, которые мы не должны верифицировать, как ПИ-53, позитивные, поскольку это особенности экспрессии данного маркера именно в поражениях, характерных для Вольво. Здесь на слайде объясняется, почему так происходит, почему в базальных слоях у нас может не экспрессироваться данный маркер, и именно в этих зонах будет экспрессироваться ПИ-16. Это не самый частый паттерн экспрессии, но тем не менее он встречается. Ну и тоже рассуждение наших коллег о том, почему же не вся толщая эпитерия у нас может сопровождаться выраженной экспрессией ПИ-53, а при истинно ПИ-53, связанных с мутацией в данном гене карциномах Вольво. Ну, собственно говоря, здесь резюме, что подтверждает, что нам необходимо определять экспрессию этих маркеров при диагностике, и что это действительно важно с точки зрения нашего правильного диагноза и прогноза у данных пациенток. С предраком и поражением Вольво все, с точки зрения иммуногистохимических паркеров, все то же самое, а с точки зрения терминологии здесь по-прежнему темный лес не только для нас, но и для наших коллег, потому что были выделены и введены вот эти поражения. Ну, дифференцированный вид мы все знаем, а вот что касается несвязанных с мутациями ПИ-53, поражениями, они, в общем-то, для многих патологов были новыми. В то же время, если мы будем смотреть на морфологию данных поражений, Дэвил и Ватт, мы увидим, что очень много поражений, которые... Я не буду на этом останавливаться, извините, пожалуйста. Очень много поражений, морфологии, которые очень похожи для Дэвил и для Ватт. Вы видите, что в некоторых случаях верифицировать их правильно, особенно при отсутствии достаточного опыта, очень сложно. Поэтому даже наши коллеги, изучив большое количество данного материала в нашем центре, не так много тяжелой патологии Вульва, как в центре, который специализируется на лечении данной патологии, вы видите, что не так много характерных признаков. Выраженный акантоз и выраженный гиперкератоз может быть перекрестным для этих двух поражений. И поэтому в последних публикациях уже было высказано предположение, потому что, наверное, их надо определить, объединить и верифицировать, в ИПЧ независимые линзы с диким паттерном экспрессии P53. В общем-то, они и Дэвил и Ватт к этим поражениям относятся. И, наверное, в этом есть свой смысл, поскольку всякое облегчение данной терминологии связано с увеличением воспроизводимости диагноза. Ну вот здесь общие резюме. Так сказать, это было преждевременное спасибо за внимание. Ну, собственно говоря, три маркера и правильная интерпретация – залог нашего успеха при диагностике данных поражений. Спасибо.